Здорово, это Шамшурин и такая история, значит, смотри, на практике один товарищ нам рассказал, что он познакомился с девушкой, встретились там где-то раза четыре, что-то там к ней прикасался, пытался сблизиться, но как-то, видимо, не активно. Один прекрасный момент, он ее увидел в метро с другим мужчиной, то есть они не целовались, не обнимались, ничего такого не было, но он почему-то подумал себе лишнего, что вот она вот с этим мужчиной, параллельно с ним тоже мутит и так далее. Так вот, потом она объяснила ему на следующей встрече, которая, между прочим, была, что это ее коллега, но что, в принципе, она имеет право на то, чтобы искать себе мужчину, типа, чтобы он там лишнего не думал, хотя как бы мотивы, почему она так сказала, они могут быть разные, вплоть до того, что она, может быть, его немножечко хотела как бы стимулировать каким-то более активным действием, не знаю, но для меня есть факты, что эта девушка продолжала приходить с вот этим нашим Димой на свидание. Так вот, она сказала, что ничего страшного, что я ищу себе мужчину, она говорит, что если я увижу тебя в компании красивой девушки, то я обязательно этому обрадуюсь, то есть, типа, ты тоже можешь искать. Этот молодой человек, Дима, он спросил, может мне уйти? Она, конечно, как нормальная женщина, естественно, да, то есть, она не хочет говорить, нет, останься, что ты, то есть, я хочу, чтобы ты меня там добивался, или чтобы ты меня соблазнил, и чтобы ты вышел там, женился на мне. Нет, то есть, она так говорить не будет. То есть, в принципе, давай так, то есть, этот вопрос, он сам по себе бесполезен абсолютно, потому что ни одна нормальная женщина тебе не будет говорить, нет, оставайся, не уходи, продолжай, я готова. То есть, ну, это прям абсолютно бесполезный, и прям, я бы даже сказал, ну, крайне идиотский вопрос. Женщина не хочет брать на себя ответственность, поэтому она никогда не будет говорить тебе, не надо, не уходи, продолжай. Хочешь, уходи, хочешь, не уходи. Все просто. Вот, а он сморозил эту глупость. То есть, во-первых, да, смотри, то есть, во-первых, это очень унизительно для мужчины. Как вообще такое можно говорить, я не понимаю. Во-вторых, для женщины это очень показательно тоже, потому что она, как бы, любая женщина хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, который, там, добивается своих целей, получает то, что он хочет от жизни и так далее. Женщина – это лакмусовая бумажка. И если ты готов отступиться от женщины, которая тебе нравится, там, при каком-то, там, потенциальном конкуренте или каком-то еще, то есть, блин, ну, зачем такой мужчине вообще нужен? Женщине, который не способен прийти к своим целям. Дальше, в чем нелогичность и неправильность этого вопроса, еще раз, потому что тем самым ты перекладываешь ответственность на нее. То есть, как бы, она должна решить, уйти тебе или нет, то есть, там, или, там, что тебе делать дальше с ней или нет. И, собственно говоря, в финале-то всех этих моментов хочется сказать, что это прямая дорога под каблук. Если вы себя ловили на том, что когда-либо вы задавали девушке подобные вопросы, это значит, что вы просто обречены показаться у этой девушки под каблуком в самое ближайшее время. Я надеюсь, что все-таки вы одумаетесь. Это звучит очень, по идее, глупо. Если у тебя есть причина уйти, да, как бы, бери и уходи. Если у тебя нет причин уходить, значит, не уходи. Что должна думать о тебе женщина? Почему он так спросил? Давай разберемся, да? То есть, это вполне тоже понятно и просто. Потому что каждому из нас хочется какого-то такого зеленого сигнала светофора, чтобы нам помахали зеленым флажком, сказали, да, да, можно, все, я твоя, давай. Хочется убедиться в том, что женщина, с которой вы общаетесь, она тоже расположена к вам, что она тоже готова сблизиться, она тоже готова, как бы, она, она, она готова. Конечно же, ему хотелось, наверное, услышать в ответ, что да, я, типа, я не против. Но женщины, они по-другому делают свои шаги. Мужчина делает шаги навстречу при сближении, и женщина делает шаги навстречу при сближении. И женщины делают свои шаги по-другому. То есть, сам факт, что она вызванивается, что она приходит на свидание, что она с ним проводит время, это уже очень и очень, очень хороший большой зеленый сигнал светофора, большой показатель. А пора уже запомнить, что женщины, как таковые, не будут вам никогда махать напрямую этим сигналом, напрямую этим флагом. И в итоге, что было дальше? Значит, смотри, этот мужчина, Дима, он куда-то делся. То есть, он после этого как-то все равно подумал, что, блин, раз там есть какие-то другие мужики, так и логично. С чего вы взяли, что если вам нравится девушка, вы начинаете там с ней как-то сближаться, ухаживать, не знаю, приглашать ее на свидание? С чего вы решили, что в этот момент она должна просто перестать общаться со всем миром? То есть, у нее есть своя жизнь, она у нее была, есть и будет. И в итоге Дима куда-то слился. И, короче, мораль-то не в этом всем. То есть, о чем мораль вот этого вступления перед видео? Ты сейчас дальше сам все увидишь. Причем ты увидишь, чем закончилась эта история. И даже увидишь в прямом эфире звонок прямо у нас на тренинге, как этот человек звонил этой девушке. А мораль такая, что он потом ходил и мучился. Он думал, у него было в голове куча мыслей из серии, блин, а интересно, а есть смысл продолжать или нет смысла продолжать? А вдруг она слилась? А что будет, если я позвоню? И так мужчины очень многие мучаются. То есть, они там неделями, днями, месяцами ходят и тратят свою жизненную энергию на то, чтобы вот как-то в голове своей делать какие-то догадки, какие-то гипотезы, вместо того, чтобы просто взять и выяснить. То есть, просто тупо позвонить. И, собственно говоря, чем это все и закончилось, обязательно смотри дальше это видео, потому что мы просто настоятельно рекомендовали ему позвонить. И, как видишь, результат вполне себе даже приличный. Прежде чем ты будешь смотреть, значит, 10 по 13 июня в Москве я жду тебя на очередную летнюю практику. То есть, у нас серия летних тренингов практика. Ближайшая будет с 10 по 13 июня. Цены застолбили до конца лета. В конце лета стоимость тренингов повышается на 20%. Плюс я каждого желающего жду в Москве и в Санкт-Петербурге на однодневном мероприятии. Тренинг, практический тренинг по знакомствам. Это тест-драйв. Всего лишь один день стоит дешево. И ты уже сможешь проверить свои силы. И самое главное, что сможешь взять несколько телефонов у очень красивых девушек самостоятельно. Всего лишь за этот день. А вечером еще и позвонишь им, пригласишь на свидание под нашим контролем. Все ссылки под этим видео. Смотри, чем закончилось. Очень интересно. Не переключай. При этом она же мне сказала, что типа, если ты хочешь, ты тоже давай там других там смотри. Еще здесь я тебя увижу другой девушек. Хорошо. Вот это отдельная ситуация интересная. Вы с ней сколько раз уже виделись? Раз в четыре, наверное. Это ты с ней где-то познакомился и начал приглашать. Я его в Петро научил. Да, то есть ты начал приглашать ее на свидание. И на четвертом свидании она такая ни с того ни с сего и говорит. Нет, я везем в Петро с другим мужиком. Нет, смотри, я тебя перевожу ситуацию, как она возможна. Я могу ошибаться из того, что я сейчас слышал. Ты познакомился, ты приглашаешься на встречи. Ты на них бездействуешь. Почему я трогал? За разные места. Ты не попытался сблизиться даже. Даже если мы абстрагируемся от этого. Возможно, она приходит на каждую из встреч. То есть, в принципе, потенциально ты ей нравишься. Но, возможно, с каждой следующей встречи в чем-то, это мы не знаем в чем. Просто самое тупое, предположить, это то, что ты ее не трахнул. Она к тебе теряет какой-то интерес. И опять же, ходя к тебе на встречи, это не значит, что она должна все теперь отписаться. У нее был какой-нибудь ухажер, был какой-нибудь друг, я не знаю, там и так далее. В этот же день познакомиться. Это не значит, что она тебе чем-то обязана, понимаешь? Получается, некая конкуренция. Неважно, за женщину или, блядь, за забор на даче, да? И ты такой, да, может, это, пизду, забирайте. Мне же три метра не нужны, там, забор. Это для нее звучит так же. Тип, который там, возможно, и так она что-то где-то засомневалась в том, что ты ее мужчина мечты. Еще и говорит, мне что, съебаться? Съебись, конечно. Зачем мне, как женщине, мужчина, который не вступает в конкуренцию? Это параллель. Ты можешь, ну, не вступать в конкуренцию за меня. Ну, так у меня сразу мысли. Значит, и по жизни. Мы куда-нибудь поедем, там, не знаю, подойдет двухметровый темнокожий чувак, скажет, это моя женщина, давай, ты скажешь. Конечно. Нет, что, пить, ничего, что, блядь, у нас дети общие, там, не знаю, там. Ты понимаешь, что у вас отношения, что-то еще. Если ты увидел ее с другим мужиком, но они не сосались, ни что-то. Это не значит, что она должна теперь сидеть в заперти, блядь, в паранже и ждать, когда ты придешь и там пригласишь ее жениться. Другой вопрос, что она ответила. Если бы она, допустим, была заинтересована в нем, а это ключевое сейчас, что мы уже закончили эту ебанину, как мы сейчас занимаемся, вместо того, чтобы заниматься тренингом. Если бы она была, на мой взгляд, тоже, опять же, могу ошибаться, в тебе заинтересована, она бы как раз сказала, нет, это все херня. Это типа курьер, там, не знаю, там, водопроводчик, как в том самом фильме, кто угодно, но только нет, ты что, чувак. Это бы, может быть, было бы преподнесено не как оправдание, но так. Есть еще один процент такая версии, что, возможно, она тем самым хотела тебя, как бы, замотивировать на активные действия, может быть. Но это тоже надо делать тонко, там надо прям разбирать дословно, что она сказала. То есть, что ты сделал неправильно, в принципе, неважно, для отношений ты ее рассматривал или поебаться. Хотя, я понимаю, ты там как-то воображал, она там шлюха оказалась, сходит с мужиками по метру, вот, блядь, проститутка. Все равно, ну, это обидно, неприятно, но ты скажешь, блядь, тогда я наступлю ей на голову, сука, и я ебул, короче, за это. Все равно, понимаешь, ты сделал в любом случае неправильные вещи, ты сказал, мне уйти... Ну, это просто унизительно даже звучит. Ты у нее что, разрешение спрашиваешь? Реакция у нее была хорошая. Да наплевать на ее реакцию. Ты посмотри, как это воспринимать. То есть, ты у нее спрашиваешь разрешение. В итоге она сказала, Дима, что, мол, я... Как она попробует дословно воспроизвести? Она сказала, что это мой знакомый, которому я помогаю по работе. Это уже заебись. Это давно было? Это недели две назад. Сейчас будем звонить ей. Так дальше? Не-не, я, может, сейчас зря это сказал, но мы будем ей сейчас звонить дальше. Они напиздятся, и мы сразу будем звонить ей, вот эти два человека. Она сказала, что, как бы, она тоже продолжает... То есть, сначала она сказала, что это вот это, а потом говорит, но хотя... Но я, как бы, не понимаю, я же могу тоже продолжать поиски мужчин, и не против, если ты будешь тоже продолжать поиски женщин. Я бы не расстроилась, если бы увидела тебя... Ну, я так понимаю, это, на мой взгляд, скорее, она говорит, я бы не расстроился, если бы ты пошел нахуй, как бы, как бы, я, в принципе, не сильно расстроюсь. Но чтобы сейчас некоторые люди, они, понимаешь, вот с этой незавершенной в своей голове, в первую очередь, ситуацией, они ходят, и она их гложет. Они каждое, сука, утро, там, месяц подряд, говорят, а надо было так. И для того, чтобы избавить себя и нас от этих мучений, сейчас вот, можно просто позвонить, допустим, сказать, слушай, давай увидимся завтра. И если она, как бы, явно дает понять, что она не хочет, нахуй, стереть ее телефон, забыть, и все. Вот, наверное, вот я бы сейчас так и сделал. Мы насмотрели здесь на тех людей, которые вот реально вот мучают себя. Он там, я месяц назад что-то, блядь, был на свидании. А, как мне быть? Он реально каждый день с этими мыслями, блядь, ходит и дрочит себя изнутри этими мыслями. И причем он настолько, ему эти даже мысли, даже надежда на то, что эта телка не слилась, настолько важна, что он, как удалить? Да, блядь, удалить и забыть, понимаешь? Три-четыре предложения, и дальше уже спрашивай. Блядь, вот эти все вопросы, смотри, представь себе, что ты звонишь своему лучшему другу. Как ты это делаешь? Ты так же готовишься? Так, 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 собрался, собрался. Как его зовут? Кого? Лучшего друга? Андрей. Сейчас, так, а если Андрюха сейчас... Скорее всего, ты просто берешь, там, жрешь булку, я не знаю. А, Андрюх, что там, блядь? Когда вы... То есть, представь себе то же самое. Те, кто начинает здесь, блядь, просьбы, он подписывает себе ебучий приговор, поверьте мне. Потому что, когда, блядь, начинается просьба, всем тише, блядь, мы специально говорим о Рите, потому что ты можешь быть на улице, ты можешь быть в парке, ты можешь быть на катке, я не знаю, где угодно. А вот эти все просьбы, они опять связаны с завышенной значимостью этой, блядь, ватрушки, нахуй. Которому сейчас всеми силами, любой другой женщины, неважно, это я сейчас... Я специально пытаюсь такую терминологию использовать, нормально к ним отношусь, бабы неплохие существуют. Ну, чтобы ты сейчас понял, что не надо, блядь, вот из этого делать там супер-пупер, там, а птицам можно летать сейчас? Может, там надо позвонить в диспетчерский центр и их полеты на время мероприятия в Москве ограничены. Алло, Леночка, привет. Как у тебя там в Сочи отдыхается-то? Да, вот сейчас на... Пока нормально, я слышу реакцию. На самой высокой, Лена, поиск. О, понтово, я там был как раз, я чуть не обгорел, когда последний день в Сочи был, так что тоже аккуратнее там, этот самый... Вот, слушай, пока ты там у тебя в Сочи отторваешься, я уже тут захотел тебя увидеть, между прочим. Так. Ну, прям вот близко увидеть, что прям метр, чтобы до тебя был, чтобы я все мог разглядеть. Когда ты приедешь? Ну что, я сейчас покажу. Когда ты приедешь, ты мне скажи, пожалуйста. Я приезжаю третьего ночью, потом... Слушай, в самые ближайшие дни мы с тобой идем куда-нибудь гулять, ты одниешь красивую, так и скажи. До свидания. Так, то есть ты четвертого работаешь до вечера? Подожди, сколько? Четвертого и пятого, да. Четвертого и пятого, значит, смотри, шестого числа, шестого, ты надеваешь красивое платье, а у тебя есть красивое платье? Это личное. Вот, и... Ну, это, конечно, откуда нам? Да, да, да. Ты красивая девочка, вот, и мы с тобой идем в ресторан. Согласен? Я тебе позвоню за день, и мы договоримся о времени. А, вот, чулки, кстати, помнишь, я тебе дарил такой кружочек такой большой? Да. Вот, вот. Я их не дам. Хочу увидеть. Верними их. Я их не дам. Ну, хорошо, ладно, надевай свои любимые тогда, все. Тогда все, давай, я тебя обнимаю, все, до скорого тогда. Пока-пока. Многовато лишних слов, да, из-за волнения, я, причем, здесь реально тяжело, потому что вот эти все сидят и смотрят, помимо даже самой женщины, плюс свысь смотрим, плюс эта женщина, ну, как бы, в целом, ее реакция довольно-таки, ну, не такая, что типа, мол, девушка, как бы, там есть надежда, я так думаю. Поэтому, спасибо, молодец. Мне все пиздано, короче, просто поменьше вот этой болтовни, потом, на будущее, ты какой-то слишком такой, пока, вот, добрый, вот, не знаю, для меня ты вообще такой, знаешь, этот, это, как, бейсболты, они в Америке ходят, смотрят, блядь, у него там пакет с этим, с хопкорном, блядь, какая-нибудь кепка, вот они себя, да, пиво, блядь, в пластиковом стаканчике сидит, вот, не несут, блядь, давай, янки, янки, янки. Ну, то есть, как-то, вот, больше мужика, больше, как бы, да, вот эти вот слова лишние, они, как бы, как раз, вот этого мужика уменьшают, там, вот, там, это, это, вот, все, давай увидимся, раз сказали, фильм бойлерный, опять же, 105-й раз всем рекомендую, когда там чел звонит по телефону, продает акции, ему важно продать, он пытается пиздеть туда дальше, ему говорят, ты сказал, услышь какой-то ответ оттуда, дальше сказал, услышь ответ, потому что, когда человеку очень надо, он начинает туда еще накидывать, напизживать, понимаешь? Я хочу, чтобы ты одела красивое платье чулки, все, она там, что-то на это говорит, например, а, чулки, типа, там, ты чего, типа, ну, а тебе одевай скафандр, тогда, не знаю, водолазный костюм, тогда я приду в чулках, похуй, то есть, ну, сам факт, что ты это коротко делаешь. Я, когда пришел, я сказал, что я хочу сэкономить 5 лет своей жизни, чтобы там самостоятельно осваивать знакомое, общение даже с женщинами и достигнуть того уровня, который можно получить здесь, но сейчас я могу сказать, что я, может быть, за эти 5 лет не смог вообще ни хрена сделать, ну, до того уровня, который я уже могу, начиная развиваться здесь, ну, что-то достигнуть, потому что у меня просто тупо нет ресурсов для того, чтобы это сделать. Вот, сейчас я здесь, как бы, получил ресурсы, которые мне дали мнение со стороны, что я делаю не так, я там охренел, честно говоря, сам от себя. Вот, о чем-то я догадывался, когда тебе прямым текстом, мужскими словами говорят, то ты врубаешься, наконец, что-то такое. Вот, здесь я получил опыт того, что там обосался, обосрался, обоснованную задачу сделал. Здесь я узнал, что моя жизнь может быть гораздо интереснее, легче, приятнее и веселее, чем я когда-либо ожидал. Да, когда уставший едешь после заданий домой и видишь симпатичную девочку в очках, думаешь идти, подходить, не подходить, ну, ты же, хули я думаю, подходишь. И с ее телефоном, да, уже идешь спокойно домой. Мало того, что можно даже в 42 года. Играть в крестики-нолики. А мне в 42, да, в крестики-нолики, а потом врубиться, что можно становиться мужиком и в этом возрасте. Но для этого реально нужна помощь извне, иначе самому просто заковыряешься и хер поймешь. Вот, и я на самом деле, ребят, вам очень благодарен. Вот, и тренерам, саппортом, вообще за весь проект. Потому что, ну, как бы ни одного вот рубля, который я здесь истратил, я считаю, я не в курсе, что очень истратился. Даже брендер, брендер. Варь же съела больше, чем ты. Съела, но даже я ей благодарен на самом деле, потому что ее бы не было в моей жизни без этого тренинга. Хотя бы я мог пообщаться, практиковаться, потрогать в конце концов. Вот, чего, скорее всего, не было бы в моей жизни вот без этого.